О групповом изнасиловании несовершеннолетней дочери заявила жительница Туркестанской области. Она утверждает, девушку-подростка обесчестили сразу 17 мужчин. Женщина обратилась в полицию, но уверена, там намеренно покрывают преступников. Стражи порядка же заявляют, что мать, потерпевшая сама, уничтожила улики. Поэтому не удалось провести необходимые экспертизы. Мои коллеги побеседовались с пострадавшей. Шокирующая история 17-летней школьницы взбудоражила казахстанцев. 25 мая жительница Сарагаша заявила о похищении дочери. Правоохранители отыскали и вернули девочку домой в течение суток. Однако через две недели ее мать вновь пришла в полицию. На этот раз женщина заявила, что ее несовершеннолетнюю дочь обесчестили 17 мужчин. Сама Дельнос рассказывает, что в тот страшный день села в авто к знакомому, который предложил ее подвезти. Угостил водой, после чего очнулась уже у реки, раздетая. Дальше началось самое ужасное, вспоминает девочка. В течение нескольких дней ее один за другим насиловали разные мужчины. Это было в каком-то доме, в огороде, в другом доме, в машине. Когда заканчивал один, он по телефону звал второго и так далее. Они угрожали, что убьют меня и бросят в воде, чтобы никто меня не нашел. Похитили Дельнос еще 21 мая. Домой вернули всю в гематомах и в разорванной одежде. При этом сама девочка уверена, что запомнила имена и лица всех, кто над ней издевался. Один из них якобы проживает в соседнем ауле. Когда дело дошло до полиции, он даже предлагал жениться, рассказывает потерпевшая. Он хотел, чтобы я отказалась от обвинений, предлагал жениться на мне, но я отказала. Я хочу справедливого суда. Девочка признается, после пережитого она шесть раз пыталась покончить с собой. Из дома больше не выходит. Страшно. А ночью снятся кошмары. В полиции же заявление зарегистрировали, но судмедэксперты факт насилия сначала исключили. Говорят, мать потерпевшей собственноручно уничтожила вещдоки. Сожгла одежду Дельнос, сообщают стражи порядка. В данное время судебное расследование проводит в сельственном управлении Департамента полиции Туркестанской области. Назначены ряд экспертиз. По результатам будет принято законное процессуальное решение. Мать пострадавшей говорит, что от одежды действительно избавились из-за ужасных воспоминаний. Женщина считает, что есть и другие способы доказать виновность насильников. Но уже прошло почти полгода, они до сих пор на свободе. Родители пытаются отстоять честь дочери с помощью адвоката. Пока ждут результатов новых экспертиз.